Уильям Томпсон, он же лорд Кельвин, один из великих физиков второй половины 19 века. Наверное, его в 1953 год помещаю. Но тут уже династия научная. Иногда в науке делали тогда открытия совсем, так сказать, люди посторонние, и даже не учившись в университетах. Но в данном случае вот тут закономерно как бы как и должно быть. То есть папа математик и сын тоже физик известный. Отец у него был профессором математики в Глазго, Джеймс Томпсон. В принципе, они ирландцы, но они ирландцы северные. То есть он поддерживал политически Англию, Белфаст, они до сих пор живы в Англии. Отец, значит, был у него профессор, он тоже поступил туда же в Глазго, то есть в Шотландии. И уже в 22 года он возглавлял кафедру теоретической физики Томпсон. Его зовут Уильям Томпсон, лорд Кельвин, это его уже потом назвали, когда дали ему лордом. С 80-го года был президентом лондонского общества физиков. Ну и вот, собственно, в 1866 году за научные открытия посвящен в рыцарское достоинство, то есть ему дворянство дали, как я понимаю. А лорда дали 1892 год за борьбу с ирландцами. То есть лорда ему дали за политическую позицию, он был против автономии Ирландии, хотя сам ирландец. И активно боролся со сторонниками автономии. И английская империя это дело поддержала, и дали ему наследственное пэрство, то есть он стал пэром с титулом барон Кельвин. Вот, собственно, поэтому единица этой температуры называется Кельвин, потому что его имя как барона было барон Кельвин. Ну и, в общем, лорд Кельвин его стали звать, и он стал заседать в палате лордов, так как у него позиция была антиирландская, его в палату лордов пустили, и он там, значит, голосовал как надо правительству. Ну, надо сказать, что Томпсон практически до глубокой старости дожил, он умер 1907 год, в конце жизни все равно занимался прикладными исследованиями, у него много прикладных чистооткрытий физики, которые находили применение в промышленности. Ну, ученые тогда жили достаточно долго, да, то есть он за 80 лет уже умер, потому что питались нормально и не бегали по фронтам. Что касается открытий Кельвина, ну, в основном с 1849 года он начал работать по термодинамике. Вот, как раз в начале 50-х он, во-первых, шкалу температур предложил, почему теперь единица температуры Кельвин называется. Также он предложил одну из первых формулировок второго закона термодинамики. Также совместно с Джоулем они исследовали охлаждение газов. Теоретически исследовал вопрос о распространении электрических импульсов вдоль кабелей, что имело практические применения. Потом начали прокладывать кабеля через АйКН, эти все телеграфные-то. Телеграфные шло через провода, но можно было через кабель. Вот физические всякие вопросы распространения электричества в кабеле рассматривал Томпсон, и потом, когда начали класть кабель под телеграф, это все весьма пригодилось. В частности, это позволило, как раз открытие Томпсона, позволили через океан кинуть кабеля телеграфные первые. В 1953-м же году Томпсон вывел условия существования колебательного электрического разряда, что потом привело к окончательной формулировке законов электричества Киркоффом. В 1967 году изобрел генератор электростатического напряжения, который назвали кабельницей Кельвина. В 1884 году он сделал курс лекций по волновой теории света, и он выступал за то, что звук волна и свет волна. Ну вот, это, короче, было в порядке дискуссий. В целом, взгляды его на свет не подтвердились. Томпсон защищал теорию эфира. Майкерсон и Морли поставили эксперименты, которые опровергли теорию эфира, но вот в качестве оппонента научно у них выступал Томпсон. Томпсон установил абсолютную шкалу температур, как я уже говорил. Обнаружил эффект Томпсона, а именно, что электрический ток переносит теплоту. Также изобрел множество всяческих приборов. Зеркальный гальванометр, андулятор, квадратный и абсолютный электрометр, ампер весы и так далее. Вообще, патентов у него много, в том числе вполне он, допустим, водопроводные краны изобретал. Вполне практически такие у него были. Тоже моменты. Надо сказать, что Лорд Кельвин критиковал теорию эволюции. В частности, он указывал, что Солнце таких размеров, что долго гореть оно не может. Вот он думал, что там горение. Вот эти все вопросы радиоактивного распада и прочие теории, связанные с радиацией, это 20 век. А вот на базе физики 19 века Лорд Кельвин, крупнейший специалист физики, говорил, что эволюция не может быть, так как Солнце горит не более 20-40 миллионов лет. И поэтому, получается, Земля тоже где-то вот 40 миллионов лет существует. И за это время никак не могло развиться все вот это многообразие видов, которые мы на Земле наблюдаем. Было научное опровержение эволюции. Потом обнаружились, да, новые факты, что на Солнце радиоактивный этот самый распад, и действительно Солнце может несколько миллиардов лет гореть. Ну вот я к тому, что многие вещи, которые сейчас считаются, так сказать, очевидными и наукой опровергаются, буквально в течение 50 лет могут оказаться неочевидными, и мы получим другие какие-то данные. То есть вот с точки зрения физики, допустим, эволюция не работала. Потом оказалось, что на Солнце по другому механизму все происходит, по современным представлениям, да, а потом, может быть, и современные представления тоже опровергнутся. То есть вот опираться на то, что в энциклопедиях написано, как на последнее слово науки, невозможно даже в физике. Уж не говоря о гуманитарном. Ну, а гуманитарные все написаны исключительно из политических соображений. Все это знают, что в гуманитарных исследованиях, как правило, под какую-то политику подгоняют факты, да. То есть там все еще хуже. Физически хоть политика никакой роли не играет. Ну, в общем, вернемся к Ларбу Кельвину. Заслуги у него в физике хорошие. В его честь в 1908 году учредили ежегодную кельвиновскую лекцию. Ну и также назвали единицу термодинамической температуры Кельвин. Известны также задача Кельвина о разбиении пространства на многокранники, механизм Кельвина Гелемгольца, мост Кельвина, неустойчивость Кельвина Гелемгольца, преобразование Кельвина и всевозможные теоремы Кельвина. То есть, в общем-то, в плане математических всяких обоснований физики, он тоже немало потрудился. Это предшественник других термодинамиков второй половины 19 века, о которых я тоже расскажу. Продолжение следует...